здравствуйте всем сегодня у нас долгожданный для многих вечера интервью у нас в гостях можно сказать народная героиня лицо наверное всего сопротивления новороссия девушка с очень страшный не побоюсь этого слова истории одесситка участница событий 2 мая девушка которая была несколько месяцев под арестом и девушку которую освободили осенью во время обмена военнопленных здравствуйте инга новый вечер также нам будет помогать мама инги это мама была все время с дочерью ну исключает того то время когда инга была в тюрьме она все остальное время морально поддерживала и вы видите на экране номера кошельков это личные кошельки инги после содержания в украинской тюрьме у инги начались проблемы со здоровьем и ваша помощь будет не лишней это не фонд это личные ингины кошельки и все деньги которые вы конечно же перечислите пойдут именно вот этой девушки инга ну давайте начнем этот непростой разговор наверно с того как начиналась русская весна в одессе ну лично для меня русская весна начиналась 19 февраля прошлого года когда одессу были массово завезены сотни майдана восьмая десятая и четырнадцатая сотни майдана у нас возле ага они начали пикетировать не давать проходу людей требовать какие-то свои немысливые планы и решения чтобы их выполняли на тот момент я находилась в центре города и просматривала через телефон контакты увидел о том что все неравнодушны собираетесь встречаемся там то и там то ребята целый день голодные самого утра это было сообщение в одесской дружине на тот момент ну как бы я читала новости посты но я не состояла после того как мы туда приехали мы привезли ребятам кушать и вот наверно с той же минуты как только я наступила ногой там где стояли ребята с одесской дружины для меня это была русская весна а понятно скажите инга как когда вы для себя приняли решение ну бросить жизнь налаженную наверняка налаженной и все-таки пойти бороться вот именно когда приехали люди или уже до этого как-то нет еще до этого когда только начинался майдан сам майдан вам был неприятен как нет конечно неприятен как может быть приятно убийство людей издевательства над людьми даже если они с полицией даже если они подчиняются закону это не значит что они плохие нет плохих там наций есть только плохие люди но не те которые форме просто все привыкли к шаблону что а полиция менты как все любят называют что они вот такие плохие они коррупционеры а кто же вы тогда если вы им даете те же наличные для того чтобы они решили вашу какую-то проблему в которой вы сами виноваты понятно на инга расскажите пожалуйста каким образом вот весной еще до второго мая антимайдановцы взаимодействовали между собой как вообще появился лагерь на куликовом поле после событий 19 февраля прошлого года как бы мы там все перезнакомились общались в том же контакте в телефонном режиме созванивались переписывались и в один прекрасный момент мне пишут о том что на куликовом поле напротив палаток довиченко у довиченко уже палатки на тот момент были ставят палатку детской дружины типа приходите помогайте все неравнодушные ну моя маленькая семья собралась и поехала на куликовое поле начала помогать ребятам как бы мы одни из первых кто вообще пришел в этот палаточный городок то есть нас ну было были считанные люди ставили палатки все устраивали какие у вас отношения вашего антимайдана куликово поле было с майданом одесскими данным ну мы старались взаимодействовать как бы дружно друг друга не трогая вообще за что мы стояли мы стояли за порядок в городе чтобы не допустить фашистов бандеровцев в наш город но к сожалению все таки так произошло путем таких вот страшных вещей которые произошли 2 мая что-то предшествовало событиям 2 мая поступали ли какие-то угрозы со стороны майдана может быть были какие-то предупреждения от ваших соратников вообще что-то было необычное ну хотя на самом деле да действительно предупреждали еще за две недели что приедут с харькова ультрас приедет львовский там ну то есть покупные титушки предупреждали за две недели но знаете как у нас люди скептики столько было вот предупреждений даже когда у нас были палатки на куликовом поле там тревога на нас идут нападать ну мы были безоружные как самого начала так и 2 мая то есть у нас не было ни оружия что там показывают вот там стреляли с огнестрела или тот же боцман стрелял с калаша нет у нас оружия не было это все было фельдкина контора это все была сказка давайте очень подробно поговорим про 2 мая на самом деле до сих пор очень мало информации от очевидцев но это по понятной причине кто-то боится кто-то не может уже ни о чем рассказать вы во сколько пришли на куликово поле я могу сказать так значит с 30 числа лично в одесской дружине и в народной дружине было предупреждение о том что да действительно будет матч и о том что планируются массовые беспорядки и нападение на куликовое поле то есть вы об этом знали знали 30 числа так называемые люди которые получили деньги за то что наш шлаги съехал на 411 батарею они знали что будет дальше они у нас можете назвать фамилии этих людей фамилии этих людей первую очередь это егор кваснюк это в первую очередь кем он был в антимайдане но он считал что он спонсор антимайдана то есть он говорил людям что он спонсор о том что через него можно договориться допустим с лагерем с тем или с тем народная дружина одесской дружины мы были на самом деле очень дружны мы были одним целым как бы там не писали в интернете что мы друг друга не любим и мы во им такого не было мы были одним целым целым нас была одна мысль одна идея что в нашем городе был порядок чтобы у нас не было майдана а он таким образом зарабатывал деньги зарабатывал то есть вы уверены что этот человек вас предал этот человек предал меня не один раз понятно хорошо давайте вернемся к событиям 2 мая то есть вы там были уже с утра я правильно вас поняла нет я не была там с утра значит сбор был на александровском проспекте меня там не было когда клеили красные ленты кстати очень многие говорили что это провокаторы сейчас я объясню для всех кто по сей день сомневается с красными лентами была одесская дружина народная дружина простые люди одесситы которые приходили даже милиционеры у нас были с красной ленты это значило что этих людей ну ты не можешь с ними драться ты не можешь с ними ничего делать то есть это потому что мы прекрасно знали что они подготовлены едут с оружием у нас кроме касок и простых бит ничего не было а каски вообще строительные были которые потом одели на милицию а красные ленты эти клеились как потом выяснилось специально именно красного цвета это сделал специально человек как потом оказалось именно красного цвета чтобы говорили что это провокаторы что много было разных вообще разговоров ну таким образом мы были обозначены что нас надо убивать мне просто повезло что я не была второго мая с красной лентой потому что я приехала на греческую через две минуты как там все началось потому что был перекрыт весь город я не могла добраться вообще а вы опять упомянули о человеке этого человека ее зовут ирина прохорова которая сейчас я уверена смотрит значит после всех событий всех кого арестовывали это делалось по ее наводке она давала показаний очень много людей которые на обмене или на свободе или осужденные уже сидят на 14 зоне ребята по пять лет по шесть лет по семь лет против которых она дала показания хоть все спокойно по одессе сделала фонд зарабатывает бабки хорошо давайте вернемся к событиям 2 мая на вы были на греческой все время пока там были я была на греческой самого начала и до дома профсоюзов я туда не зашла на профсоюзов мне просто повезло у меня мама как ангел-хранитель она отвела меня и девочек просто не дала нам зайти туда буквально за две минуты до того как там все началось мы разминулись просто инга хорошо давайте тогда раз мы уже перешли к дому профсоюзов вы готова назвать фамилию человека который позвал в дом профсоюзов я могу сказать что это был не один человек который прозвал позвал дом профсоюзов понимаете это был не один человек но на тот момент на тот момент. Я с нашим стоял, разговаривал с нашим Геной Кушнеревым, цар своему небесному. Это был очень хороший и близкий человек, как для меня, так и для наших лагерей антимайдана. Просто пока фамилию я не назову. Идет следствие. Хорошо, Инга, это ваше право не называть что-то, что вы считаете сейчас неуместным. Инга, что вы делали дальше? То есть вы не попали в дом профсоюзов, благодаря маме, которая буквально в последний момент уговорила вас туда не идти. Вы дома были или как-то наблюдали за этим? Нет, смотрите, я вам расскажу с самого начала, греческое. У всех существует очень много мифов о том, что мы были вооружены. Если у кого-то было оружие, это были резиновые пули, либо холостые, либо флаберы, которые вот такие маленькие типа патроны забиваются порохом, который делает просто хлопок, даже тело не шкарябает, понимаете? Мы были безоружны, холостые, бумага была, просто оружие, папье-маше сделанное. То есть оно выглядело как настоящее. Просто ребята, именно малолетки, которым даже не было 16 лет, они были с таким папье-маше, они думали, что они таким образом отпугают их. Инга, вот вы, наверное, видели, ролик в интернете был распространен на греческой, где кто-то стрелял из чего-то похожего на автомат. Вы можете... Это был боцман, и это были холостые, на самом-то деле. Это оружие вообще был как реквизит с Одесской киностудии, на самом деле. Просто это осталось у нас после 10 апреля. У нас был шикарный парад, я одевала очень многих людей в военной форме того времени, у нас был дух того времени, понимаете? И это просто осталось, как многие реквизиты с Одесской дружины. Вот и все. Только у него это осталось с народной дружиной. Это были холостые. И никого... Даже если посмотреть на видео, понимаете, там видно, когда он стреляет, никого, ни одного человека не задело. Все стоят живые. Все... Да, это все видели, все удивлялись. Мало того, что живые, еще никто никуда не прячется и так рассматривает внимательно, что происходит. Да, они просто слышат шум и прыгают, скачут. А с ними-то все нормально было. Они были подготовлены. Коктейли молота, взрывпакеты, камни. Знаете, сколько возле меня на греческой людей падало? Я стою, разговариваю, через три секунды человек упал. И мертвый. Это... Вы имеете в виду антимайдан ваших соратников? Да, моих соратников. А вы скажете, сколько человек погибло из антимайдана на греческой? На греческой из антимайдана более ста человек, которых вывозила скорая. Более. Ста человек. Я не подсчитывала, потому что на тот момент я на греческой занималась медицинской помощью. То есть, я, моя мама, девочки, мы за свои деньги личные ездили, покупали, просили знакомых, чтобы привозили. бинты, марли, спиртовые салфетки, спирт, перекись, йод, зеленка, жгуты, то есть, системы, все, что можно было, чтобы спасти людей. Но я вам скажу, что было и такое. Я не знала этого человека лично. Его зовут Николай Еворский. Он был пожарником. Мы лично с мамой его откачали. Но его забирает скорая, якобы, везет в больницу. Потом, уже после всего случившегося, 3-го числа утром мне звонит девочка одна и говорит, плачет, говорит, у моей подруги, вот я не помню, то ли она кума, то ли она подруга, брат умер на греческой. Говорит, пожарник, в черном был одет. Я говорю, стоп. Я говорю, я знаю, мы одного откачивали, он был живой. Потом, как я поехала на похороны, убедиться, тот ли этот человек, то есть, я его не знала вообще, как бы, я его там первый раз в жизни увидела. Оказалось, что этот человек, я потом пообщалась с его сестрой, с его женой, у него двое деток несовершеннолетних остались, совсем маленькие, до 5 лет. Действительно, она сказала, что в 11 часов ночи она нашла его в морге. Его увезли живым в морг. Только потому, что врач со скорой был за еды на Украину. Понимаете? Как так можно? Инга, раз уж затронули эту тему, походила информация о том, что даже выжившие люди 2 мая, потом, после этих событий, начали умирать. Вы можете это... Это правда. Это все списывали на бытовуху. Сплошную бытовуху. Вы знаете, что милиционерам приходится молчать. Просто приходится молчать. Им приходится скрывать за Украину или против. Потому что угроза волнения, это одно. Это не так страшно. Уволиться и остаться без работы. Они боятся за свою семью. Потому что если они начнут говорить много о том, что было 2 мая, очень много людей умрет. Опять. Понятно. Они были, понимаете, они были даже без щитов. Щиты деревянные с наших дружин мы давали ребятам. У них ни касок, ничего не было. Сразу к вам вопрос. Из чата ищут человека из одесской дружины, не могут найти до сих пор после 2 мая ни среди мертвых, ни среди живых. Вы можете как-то помочь? У вас есть смысл обращаться? Я могу сказать так. Ну, через меня. Раз эта тема уже задета, тогда я скажу так, как есть. На самом деле в Одесском доме профсоюзов погибло более 670 человек. Всю ночь, всю ночь их рубили на части, забирали органы и вывозили. Где-то за Одессой, под Одессой есть место захоронения. Очень многие, кто это знали, кто-то сбежал в Израиль, потому что человек боится, потому что он был патологоанатомом, он знал, что происходит. Кого-то убили и списали опять на бытовуху. Просто об этом все молчат. Я уверена, сейчас избушники слушают, им это прекрасно не нравится, им это все знакомо. У них приказ молчать, даже если они за антимайдан. Да, даже если такие избушники, которые за антимайдан. На самом деле вы сейчас озвучили очень страшную цифру, я максимально слышала 200 и в основном 670. Поэтому это не один человек на самом деле, который пропал после 2 мая. понимаете? Это не один человек, это один человек кто-то ищет. Просто либо сведите меня с этими людьми, либо через вас. Ну, наверное, для вас же будет безопаснее, если будет связь идти через меня. Ну, хорошо, потом мы договоримся после эфира с человеком. Инга, расскажите, когда вы поехали на Куликово поле с греческой? Сразу, когда все двинулись. Понимаете, как там получилось? Стояли ребята, милиционеры. Там и молодые, и старые были, они были уже в таком состоянии, еле дышали. Их меняют. Приходит непонятно откуда, а там даже один, как сейчас, помню, капитанчик говорил, а откуда? Это не наше. А приказ был поменяться. На самом деле это были ультрасы, переодетые в форму, которые поменялись со стороны греческой. Эти ребята, милиционеры, уходят, а те пропускают правый сектор и ультрас. Вот так вот. Понятно. И сразу все побежали на греческую. Кто-то, конечно, из ребят раненый, испугался, малолеток много. Убежали просто. Их за это винить нельзя. Очень многие винят, что вот почему вы не пошли помогать. Вы просто не видели, что там творилось. Их шесть тысяч, а нас три. Сравните. И они все вооруженные. Инга, я, наверное, сейчас задам жестокий вопрос. Скажите, на что вы надеялись, когда защищали Куликово поле, когда пытались биться на греческий, на что надеялись со столь неравными силами? Тут, понимаете, тут дело даже не в надежде. Тут дело в том, что ты стоишь за свой город. Я уверена, что тот человек, который задал этот вопрос, он бы прекрасно так же вышел за свой город, какой бы это ни было. Львов, Харьков, Киев, Москва, не знаю, там, любой город в любой точке мира, каждый бы вышел за свой город. Тут дело именно в этом, что в своем городе был порядок, не было фашизма и мандеровского отродия. Понятно, спасибо. Вы понимаете, что 9 мая идут старики с георгиевскими лентами, а они отлавливают стариков и избивают. Что это такое? Вы хоть знаете, что обозначает георгиевская лента? И, Инна, Инна, это был мой вопрос, потому что, ну, он периодически встает, но я вас поняла, что вы бы пошли в любом случае. Вы бы вышли за свой город? За спокойствие в своем городе? Ну, скорее всего, да, но, видите, по сравнению с вами, я не могу утверждать это, наверняка вы-то вышли, то есть, и вот... Я прекрасно понимала, стоя там, что в любой момент меня могут убить, потому что ты поднимаешь вот так голову, а над тобой летят пули, камни, коктейли молотова, и тебе уже не страшно просто. У тебя страх, он пропадает. ты понимаешь, что ты должен помочь людям, раненым, убитым, помочь людям, которые побоялись выйти по каким-то причинам, те же дети, те же семьи. Инга, расскажите, чем для вас закончился этот день, второй мая? Этот день, второй мая, для меня закончился смертью моих близких друзей. Вы уже вечером знали или все еще? Не вечером. Я всю ночь с друзьями, со своей мамой ездила по больницам, искала своих друзей. Первым, о ком я узнала, это был Гена Кушнарев, у которого через три дня родилась дочка. Это был самый первый человек, о котором я узнала, что он умер. Понимаете, что за 10 минут до начала я стояла с ним, разговаривала возле Дома профсоюза. Мама моя просила его не заходить. Он говорит, я не могу там женщины и дети, я не могу. Тут идет подтверждение ваших слов, что пишут в чат мне Одессит, у меня знакомые работали в морге, трупы везли всю ночь и очень много. На самом деле. Правда, никак не 700 человек, но Инга уже ответила, что часть не попала. Очень большая часть не попала, так же, как и в Доме профсоюза в Киеве. Почему его вообще подожгли? Потому что там занимались трансплантацией органов, на самом деле, с трупов. Убивали, тот же Беркут, своих же убивали, вы понимаете. Если у нас были предатели, которые за бабки нас просто предали, они за идею единой Украины, а там свои же за бабки убивали. Это все было хорошо спланированным. Тем же Коломойским, тем же Порубьем, который находился в тот день в Одессе, той же Тимошенко, Кличко, они все были в Одессе, они сидели, извините меня, жрали, пили там и радовались. Инга, я знаю, что после 2 мая вы не оставили борьбы своей за освобождение Одессы. Мы не будем сейчас подробно об этом говорить, я просто для многих в результате сопротивления вот этому нашествию вы оказались в тюрьме. Если вы найдете в себе силы, вы придите к нам еще раз и расскажите об этом подробно, это достаточно большая тема. И вот есть несколько вопросов про Довиченко в чате. Вы готовы ответить на этот вопрос или будете молчать? Если я знаю что-то, то я отвечу, если я не знаю, не могу ответить. Он спрашивает, как вы относитесь на самом деле в основном, что вы можете сказать. К Довиченко? К кому? Артему или Антону? Не упоминалось конкретно к кому. Ну, я бы хотела, чтобы упомянули это. А Антона я толком не знаю, потому что его посадили, а по Куликовому все время Артем с мамой ходили. Тут просто вопрос в чем? Как я отношусь к этой семье? Ну, да, наверное, в этом. Ровно, совершенно ровно. Все хорошо, ответ принят. Дальше не будем, и я не думаю, что что-то надо, если вы ровно относитесь, конечно, тут... Совершенно ровно. Инга, ну, спасибо вам большое, я вижу, что вы устали, не будем вас больше отвлекать. Спасибо, что вы к нам пришли. Для тех, кто нас смотрит, Инга сейчас находится в России, специально для СБУ тоже. Смысл... Хочу, кстати, пользуюсь моментом, я очень хочу передать следователю с СБУ привет, Велеву, Александру, за его все угрозы, за то, что он делал. Просто так с рук ему это не сойдет. Не сойдет. Еще спрашивали, обращались ли вы в Следственный комитет России? Ну, этот вопрос мне пишут с того момента, как только появился анонс, эта тема закрытая. Все хорошо, без проблем, тема закрыта. Ну, и, наверное, давайте вы, если можете, примерно скажите, сколько человек вошло в Дом профсоюзов? Дом профсоюзов около тысяч, на самом деле. А вышло оттуда около ста. Очень многие, посмотрите, очень многие спускались с третьего этажа. Есть у меня знакомый человек, я не буду говорить имя, фамилия, кто, что, потому что человек на данный момент находится в тюрьме. Я не хочу, чтобы его посадили за то, что я его знаю или что-то о нем сказала. Но он туда попал совершенно случайно. Он даже не участвовал на греческой, понимаете, вообще. А сейчас ему грозит до 30 лет. И вот он один из тех, кто спустился с третьего этажа. Так же, как Нина, наша мисс Баррикады, бабулька такая боевая. А большая часть ушла в подвал, но про них ничего не известно, сами понимаете. За подвал там очень сложная тема. Кто-то был на крыше. И те, кто выжили на крыше, кто-то успел уехать, кто-то сидел, попали на обмен, слава богу, они на свободе уже. Кто-то по сей день находится в СИЗО. Только за то, что они знают правду 2 мая, что там делалось внутри. Я думаю, что все равно рано или поздно они все выйдут на свободу, и если они захотят, они расскажут, что там делалось внутри. Я не могу рассказать, что там делалось. Я туда не зашла. И спасибо за это моей маме, и девочке, которых мама забрала, тоже по сей день говорят спасибо. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы бы не поднялись на крышу. Мы бы этого не сделали. Мы бы пошли против них с теми же палками и касками. Спасибо вам большое, Инга. Если учесть, что чуть больше ста народа вывезли, то можно, ну, кто-то убежал. Можно представить, какого рода потери были в Доме профсоюзов на самом деле. Спасибо вам большое за это тяжелое, я вижу, для вас интервью. Если вы будете в силах, то на следующей неделе мы поговорим с вами поподробнее про арест. Ну, а если не будете в силах, то мы не будем обижаться. И еще раз я напоминаю, что у нас на экране стоят реквизиты. Это личные реквизиты Инги. Ну, как бы, после пребывания в тюрьме Украины здоровье у девушки подорвано. И все, кто может, просьба оказать финансовое участие. Спасибо вам, Инга. До свидания. До свидания. Ребята, я на чуть-чуть...